Святой Паисий Святогорец В последствии эти развратители умышленно создадут нам еще большие трудности, озлобятся на церковь, монашество. Нынешней ситуации можно противостоять только духовно, а не по-мерзки. Шторм усилится еще немного, выбросит на берег весь мусор, все ненужное, а затем положение прояснится. И одни получат чистую мзду, а другие оплатят долги. Я вижу, как зреет нарыв, но он прорвется, очистится. То, что происходит сейчас, не может долго продолжаться. Разразится гнев Божий, нам предстоит сдача экзаменов. Сперва медь отделится от золота, а потом станет ясно, сколько этого духовного золота в каждом из нас. Дух теплохладности господствует, мужества нет совсем. Мы в конец испортились. Как нас Бог еще терпит? Сегодняшнее поколение – это поколение равнодушия, не воины. Большинство только для парада и годится. Безбожникам, хулителям дают выступать по телевизору, и церковь молчит и не отлучает этих богохульников. А надо было бы отлучать таких. Отлучение, что ли, жалко. Давайте не будем ждать, когда кто-то другой вытащит змею из дары, чтобы мы оставались в покое. Молчат от безразличия. Плохо то, что даже люди, что-то имевшее внутри себя, стали охладевать и говорить «Разве я смогу изменить ситуацию?» Мы должны с дерзновением исповедовать нашу веру, потому что если мы промолчим, то понесем ответственность. В эти трудные годы каждый из нас должен делать то, что возможно, а что невозможно оставлять на волю Божию. Так наша совесть будет спокойна. Если же мы не противостоим, то поднимутся из могил наши предки. Они столько выстрадали за Отечество, а что делаем для него мы? Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше. Но теперешние христиане не бойцы. Если церковь молчит, чтобы не вступать в конфликт с государством, если митрополиты молчат, если молчат монахи, то кто же будет говорить? Сейчас много таких, кто стремится разложить все – семью, молодежь, церковь. В наши дни родить за народ – это исповедание, ибо государство воюет против божественного закона. Законы, которые оно принимает, направлены против закона Божия. Но мы ответственны за то, чтобы не дать врагам церкви все разложить. Хотя мне приходилось слышать даже священников, говорящих, «Вы этим не занимайтесь, не ваше дело». Если бы они молитвой доходили до такого состояния, что ни к чему не прилагали бы попечения, то я им бы ноги целовал. Но нет, они безразличны, потому что хотят быть для всех хорошими и жить припеваючи. Безразличие непозволительно даже мирским, а уж тем более духовенству. Человек честный, духовный, не должен ничего делать с безразличием. «Проклят! Творяй дело Господне!» «С небрежением!» – говорит пророк Иеремия. «Сейчас война! Духовная война!» Ни в одну эпоху не существовало такой беззащитности, как у современных людей. И поскольку человеческие усилия им не помогают, они бегут в церковь, чтобы почувствовать себя в духовной безопасности. Однако, если они увидят, что и в корабль церкви сочится вода, и там заняты духом мира сего, а духа святого нет, тогда люди отчаются, поскольку после этого им уже будет не за что ухватиться. Мир мучается, погибает. И, к несчастью, все люди вынуждены жить среди этого мирского мучения. И если у них нет веры, если они не доверились Богу настолько, чтобы полностью на Него положиться, то им не избежать страданий. Доверие Богу – великое дело. В наше время умножились слова и книги, но умолились жизненные опыты. Сегодня, если человек хочет жить честно, духовно, то в мире ему не находится места. В прежние времена было обилие добра, обилие добродетели, и зло тонуло во множестве добра. То немногое бесчинство, которое существовало в миру или в монастырях, было незаметно и не вредило людям. А что происходит сейчас? Злых примеров изобилия, а то немногое добро, что еще осталось, не ставится ни в грош. Малое добро тонет во многом зле, и у власти находится зло. Давайте просить Бога, чтобы Он просвещал не только тех, кто принадлежит к церкви, но и тех, кто находится у власти, чтобы они имели страх Божий. В ту эпоху, которую мы переживаем, монашеству следует ярко сиять. Сегодня мир нуждается именно в этом. Церковь сегодня лихорадит, потому что нет божественного просвещения, и каждый судит и рядит, как ему вздумается. К несчастью, западный рационализм оказал влияние и на восточных православных владык. И вот они находятся в православной церкви Христовой только телом, в то время как всем существом своим пребывают на Западе, которые им, кажется, царствуют в мире. А если бы они смотрели на Запад духовно, с помощью Света Востока, Света Христова, то они видели бы духовный закат Запада, который погружается в глубокую тьму. Но вместо этого они собираются на богословские конференции, обсуждают темы, которые обсуждать-то нечего, которые за столько лет не обсуждали даже святые отцы. Все эти действия от лукавого, они направлены на то, чтобы заморочить головы верующим людям и соблазнить их, чтобы одних подтолкнуть к ереси, а других к расколу. Таким образом дьявол завоевывает новые плацдармы. Ох, эти люди мучают народ и морочат им голову. Темные силы развернули страшную пропаганду. Они направляют козлу молодежь, у которой в голове не хватает соображения. В этом их поддерживает и государство. Их подталкивают козлу. А те, кому нет дела, ни до Отечества, ни до семьи, для кого нет ничего святого, используют такую молодежь для осуществления своих планов. Из поучений Паисия Святогорца.